Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Дера Хашема. У нас сейчас 96-й урок. Уже много раз повторили, снова начнем с того же. Вначале Рамхаль открыл нам великие секреты сотворения мира. Для чего был сотворен мир, для чего был сотворен в нем человек. После этого раскрыл нам также великий секрет, как этот мир управляется творцом. И когда мы уже разобрались умозрительно в основных вопросах нашего мироздания, то теперь же пришел конкретный этап спросить, ну а что нам делать? И вот есть целая, вся четвертая часть предназначена для того, чтобы ответить на этот вопрос. Ну, вы поняли цель своего творения? Поняли. Поняли, как творец управляет мир? Ну, поняли. А что делать? Или другими словами, в чем суть служения? То есть, как мы достигаем цель нашего пребывания тут, в этом мире? И мы находимся с вами уже в главе восьмой, но она начинается еще в седьмой. Снова вернемся к исходной точке. Написано тут так. Есть служения, разные виды служения. Одно из них – это служение во времени. Объясняет Рамхаль. Служение во времени – это заповеди, которые мы обязаны исполнять в известные моменты времени. В их числе – покой священия на субботы, покой дня искупления, Йом-Кипур и так далее. Песах, Сукот, Хамец, Маца. Как уже об этом говорили, когда приходит определенный момент времени, то приходит и духовная сила, которая светила в тот момент. Сейчас мы снова напомним эту же мысль, чуть только войдем конкретно уже в нашу тему. Мы говорили о субботе, говорили о Песахе, потом говорили о Сукот. Посередине чуть-чуть упоминали Шавуот. Это Шлош-Тар-Галим. Три основных еврейских праздника. Сейчас в третьем параграфе Рамхаль говорит о Хануке и Пуре. О Хануке и Пуре. Ну, во-первых, почему Хануке и Пуре, они оказались соединены в одно единое. Чем отличается Хануке и Пуре от всех остальных праздников? Тем, что если мы откроем Тору, источник всех наших знаний, то мы не найдем там ни Хануки и ни Пуре. откуда эти праздники, их установили мудрецы. И эти праздники были установлены на основе определенных событий. Сейчас чуть-чуть тоже поговорим об этом. И после этого, с того, как установили эти праздники, они поддержались еврейским народом, и мы их празднуем на протяжении уже многих тысячелетий. Это называется праздники Дерабана, установленные мудрецами. В отличие от Хагей Деррайта, то есть праздников из самой Торы, где в явной форме написано нам об этом. Говорит Рамхаль так. Значение Хануки и Пуре проявит свет, воссиявший в те дни результаты исправления, которые совершили в них. Еще раз прочтем. Значение Хануки и Пуре. Он хочет нам сразу же сказать не внешнюю канву, в надежде, что мы это знаем. Я надеюсь, я помню, что он обращается к евреям, которые всегда соблюдали, всегда и выросли во всем еврейском. Им не надо объяснять конкретно, по какой причине, какие законы. Что Рамхаль хочет? Как мы уже видели во всех праздниках. Он сразу идет раз в ту точку, которая больше всего интересует, внутреннюю точку, которая, как правило, всегда скрыта от наших глаз. Мы с вами видим все внешне. Он хочет нам раскрыть внутреннее содержание. Так же было в субботу, мы говорили, было скрыто и Песах, и Суккот. Мы видим в Хануке и Пуре то же самое. В Хануке и Пуре значение их основное, в чем оно состоит, проявить свет, воссиявший в те дни, в те дни результаты исправления, которые совершили в них. об этом мы уже, да, упоминали. Снова напомню. Снятия Раф Деслер, что, как правило, мы себя воспринимаем как бы часть пространства и часть времени. Время идет. Время идет. То есть я существую, а время идет. Где оно идет? Там что-то тикается. Внутри мы живем, стареем, время движется. Снятия Раф Деслер, что на самом деле время оно внешнее, человек идет внутри по времени, как едет некий поезд, и он каждый раз может приехать в какую-то станцию. Когда он приезжает именно в эту станцию, то, как мы знаем, если мы там едем по какому-то маршруту, то проводники поезда знают, а, приедешь тут, тут продают это и это, там шумят, там музыка играет, там такие люди, там уже известно, что будет происходить более не менее на этой станции. Объясняет нам Раф Деслер, что во времени есть цикличность, а внутри каждого цикла есть своя постоянность. И если когда-то в этом временном цикле установилось определенное духовное влияние, и оно было существенным, то есть таким, которое может повлиять и на все будущее, то это влияние духовное, оно никогда не уходит. Год – это есть некий цикл, есть некая завершенность определенная, которая повторяется каждый раз. поэтому если мы как по спирали поднимаемся вверх, спираль времени, поднимаемся, 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 то каждый раз есть некая ось, и мы к ней каждый раз возвращаемся. То есть есть, каждый раз идем по спирали, каждый год поднимаемся, и есть ось под названием Ханука, а дальше идет Пурим, есть закрепленная дата, и по этой оси спускается какой-то свет определенный в этот мир. И когда мы подъезжаем к нему, этот свет светит. Единственное, что, если мы едем с вами в поезде, и у нас шторы закрыты, то мы никакого света не увидим, еще даже не поймем, что вы говорите, что за... Я ничего не вижу. Но если их открыть, то видно, что на этой станции светит такой свет, а на другой, другой свет. Мы попробуем шторы открыть. Надо присмотреться, чтобы увидеть, что светит нам в те праздники. Вот. Был. Ла Ханука. Скоро Пурим. Так вот, значение Хануки и Пурима, говорит Рамхаль, проявить свет. Какой свет? Тот самый свет, который воссиял в те дни, в результате исправлений, которые совершили в них. То есть эти дни, день, Хануки и день Пурима, там что-то произошло. И произошло настолько существенное явление, что оно оставило свет этот на все время. На все время. в качестве примера, просто, чтобы в этом больше понять, возьмем пример Хануки. Известно, что в тот год, когда случились все эти события основные, из-за которых праздник Хануки был установлен, мудрецы в тот год не праздновали ничего. Не праздновали. Когда они праздновали? Они праздновали только через год. И то это было таким условным образом. Другими словами, только через два года был настоящий праздник Хануки. Они ждали, и это из тех, по-видимому, сфер, которые нам совершенно непонятны, и мы очень далеки от этого. Они для того, чтобы установить что-то на поколение, они ждали, чтобы снова вернулся этот цикл. Давайте снова приедем в ту же самую станцию, и давайте почувствуем. Тот самый свет, который светил тогда, мы пока еще не выяснили, какой свет. Неважно, сейчас мы будем выяснять. Вот тот самый свет, который в первый раз, вот такой же свет светит сейчас. Снова, мы не специалисты в этих светах, мы вообще даже не понимаем, о чем речь идет. Может быть, только догадываться, но факт тому, что именно после того, как они, да, ощутили, что тот же свет воздействия, который был в момент установления этого события, он светит и в этот раз, они поняли, что это событие, которое нужно укрепить в сознании еврейского народа на все поколения. И они установили праздник. Установили праздник. Смотрите. Естественно, что любое спасение, а мы речь идет, что тут оба праздники, они были установлены с точки зрения спасения еврейского народа. Ханука – духовное спасение, а Пурим – физическое спасение. Естественно, что результат этих спасений – это вечность. Можно говорить о том, что то, что вечно, нужно запечатлеть, но мы знаем, на протяжении еврейского народа было массу событий, как в ту или в другую сторону, включая спасение, и мы видим, что это не было установлено нашими мудрецами. В скобках, замечу, тут же ответ в нашей современной жизни, когда зачастую слышится, что приходят люди и говорят, секундочку, смотрите, какие события произошли в еврейской жизни, включая необыкновенно трагические события. Почему вы не устанавливаете специальный праздник для этого? Ответ, который нам дают, о том, что у нас не принято устанавливать национальные праздники только из-за самого события. События у нас в прошлом были самые худшие, были хорошие, было спасение такое, были чудеса спасения, кто знает, то, что описывается у пророков, спасение от армии Санхирива, которая пришла на маленькую иудею, и за одну ночь они все, кто погиб, кто удрал, там не было даже с кем воевать со стороны иудеи. Тем не менее, она была спасена. Невероятное чудо, и никакого праздника не установили. Не установили праздники и по другим причинам обратным, когда массу евреев погибло. Не установили день траура по поводу этого. Это в скобках ответ всем, кто хочет, чтобы просто так, по соображениям, которые у нас под носом находятся, чтобы были установлены какие-то национальные праздники. Национальные праздники устанавливаются только по причинам, которые скрыты, скрыты от наших глаз. Скрыты они. Только тогда, когда есть что-то духовное, которое только мудрецы, несколько мудрецов поколения способны это все ощущать и способны установить. Но вернемся. Давайте вернемся к самому тексту. Итак, значение Ханука и Пурима это проявить свет, который сиял в те дни. Давайте проясним, что за свет сиял в те дни. Что основное, что подчеркивает нам Рамхаль. Я надеюсь, что Канву и Ханука и Пурима вы прекрасно знаете. Интересно, он подчеркивает совершенно другие аспекты. В Хануку говорит он так. В Хануку коины, то есть это священники, возобладали над злодеями-греками, которые хотели отвратить Израиль от служения Бога. И коины укрепили истории, и через них все евреи возвратили истории к служению Всевышнему. И в частности к служению через Менуру, то есть храмовый светильник во всех его установлениях. также прежде были обвинения на небесах в этом отношении, а после этого они ушли. Это все, что пишет Рамхаль по поводу Хануки. Явно, когда мы с вами учим про Хануку, то наша тема, о чем она говорит? Давайте напомним только в двух словах. В Хануку есть два события основных, которые мы отмечаем. Что произошло? Почему установили праздник Хануку? Надеюсь, все знают. Произошло великое чудо спасения еврейского народа. Одно произошло внутри, а другое снаружи. Внутри произошло то, что видели в принципе много, все, 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 кто мог только видеть. внутри храма еврейского, там, где должна была гореть жертва менура. Менура это храмовый светильник. И этот светильник захватчики потушили. И надо было возобновить в первую очередь, чтобы свет его продолжал освещать храм. зажигали это только специально чистым маслом оливковым. И нашли только один кувшинчик кошерный, который можно было зажечь. И была большая дилемма. Не было другого. А для того, чтобы по одному из объяснений приготовить новое масло, это же процесс идет. Невозможно за раз это все сделать. И была большая дилемма зажигать или нет. Ведь если зажжешь, то оно потухнет. И это могло оказать деморализацию на весь еврейский народ. И тем не менее, так как полахе это полагается, то они зажгли и произошло чудо. Этот паха шемен, мы как его называем, этот кувшинчик с маслом, он вместо одного дня горел восемь Такое событие невероятное. Открытое чудо было прямо перед носом. Другое чудо, а это было чудо победы совершенно маленькой, непрофессиональной, неподготовленной армии, если так можно назвать, партизанов, более подходящий партизанский отряд, еврейский партизанский отряд, над совершенно профессиональной гигантской армией греческих захватчиков. Греция была тогда супер держава, как сейчас Америка и Россия вместе объединились, они пошли против Израиля и Израиль победил. Знаете, как в том анекдоте, буду вам рассказывать. Победил. Как это могло произойти, это вопреки логике, вопреки всем предсказаниям военных аналистов. Это два, две причины, мы все их знаем и мы празднуем в память о том событии, которое произошло в храме, мы зажигаем хануккальные свечи, а о том, что зажигаем наоборот, это произошло внутри, поэтому мы их зажигаем снаружи, чтобы все видели это, а то, что произошло снаружи, победа, мы это празднуем внутри. В синагоге мы говорим о лель, о леле специальную молитву по этому поводу и дополнительную молитву в самой молитве шманайзера. Я надеюсь, все знают эту канву. Что тут написано, что подчеркивает нам Рамхан? Он хочет показать нам совершенно другую сторону, которая кроется за этим. Тема эта необыкновенно глубокая, ее надо отдельно слушать. Есть даже занятия отдельно выпускал по поводу всех праздников, и стоит это более расширенной форме услышать. Скажем, сейчас только очень маленькое понимание, что кроется за этим. Еврейский народ в те времена оказался, как у нас принято наговорят, в галуте, в изгнании. Причем они оказались в изгнании, совершенно не меняя своего географического места. оказывается, что понятие галута изгнания, оно существует как физическое, переводят в какое-то другое место, и есть понятие галута духовного. И произошло это не сразу, а постепенно. Мир греческий, который основал все, можно сказать, что вся основа современной цели цивилизации исходит от древних грехов. И древние греки в свое время, когда они начали свои походы военные, Александр Македонский, они, ихняя война, ихний захват, они не были подобны ни на что, что было до них. Когда они захватывали другие народы, то удивительно, любой народ, который имел свое какое-то своеобразие, свою особенность какую-то, они шли за греками, то есть принимали то, что называется греческую культуру. Как результат появляется понятие под названием эллинизм. И мы не встречаем в истории никого другого, который породил бы понятие такое, как эллинизм. То есть принятие греческой культуры изначально. И вот эта греческая культура, которая дала миру совершенно необыкновенный скачок во всех областях жизни. Может быть в скобках только объясним в чем их особенность была. До греков была жизнь тяжелая и скучная. Развлекались только цари и их элита. Они не работали, все остальные вели довольно рабский образ жизни. И в общем не так все это просто было. Были какие-то утехи, но пришли греки и они дали миру вещь совершенно необыкновенную. Каждому человеку, даже самому простому человеку, они дали согласно тому, кто он есть, дали ему что-то такое, которое он почувствовал в содержании. Почувствовал, что он кто-то, он что-то. Например, если человек здоровый, крепкий, здоровый такой, ему а, здоровый, а ну давай, ты можешь метать диски, можешь, давай, давай тебе делаем соревнования, вдруг человек, вдруг увидим, давай, стало интересно жить. Говорит, давай, кто быстрее бегает. Тоже очень. Начали устраивать соревнования, кто бегает быстрее, кто это. Вообще все по-другому стало, а я быстрее. Люди теперь, ну не все здоровые ноги, ну не все. Есть такие хлюпики, которые интеллигенты, им тоже дали. А, вы хорошо разбираетесь, мозг хорошо работает, то есть голова такая, плечи такие, отлично. Развивайте науку, философию. Шахматы, я знаю, нет, шахматы еще у них, по-моему, не было, но не вы их, без этого они там дали им что-то. есть такие эстеты, эстеты, они не сильно, но у них душа, они хотят выразить, они, а, поэзию, пожалуйста, вам театр, пожалуйста, ваша фантазия может развиваться, вы можете получать удовольствие. По-какитству, всем эстетам дали то, что современную культуру мы называем, причем дали ее и неэстетам тоже. Почему? Потому что эстеты это творят, а неэстеты, им кажется, что они понимают, что эти натворили. Но зато это занимает им время, они это с огромным удовольствием, время их теперь использовано. Ведь, как известно, древняя пословица говорит, что для того, чтобы народ был в поминявении, ему что ему нужно? Хлеба и зрелищ. Греки дали миру зрелище. Теперь все есть, они все могли видеть, жизнь стала вкусной. Там, 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 было, было чем заниматься в этом древнем мире. Греки принесли совершенно другой образ жизни. Подобное, подобный эллинизм. Он действительно захватил души всех людей во всем мире. Кто бы, куда бы они приходили, все были ослеплены. Это так красиво, это здорово, и внешне, ну, просто необыкновенно. Пришли они в Иудею, и это было единственное место, которое они вдруг увидели, какой-то маленький народ, и они смеются над ними. То есть, вначале это было просто как в виде насмешки. Они говорят, послушайте, у нас есть, у нас есть мудрость. А древние греки это не только Пенелопа, это Аристотель, Платон, Сократа, это, это, это и глубина, и Пифагорс, его основы науки заложены гребнями греками. Они говорят, почитайте, давайте переведем вашу Тору, перевели ее, до такой степени, что весь мир сотрясся, как у нас написано, из-за того, что перевели. И они сказали, смотрите, ваша Тора нам тоже очень импонируется, она полна мудрости. И тогда они сказали, очень хорошо, давайте поставим, вот, библиотеку. Вот есть томики с Аристотеля, Платонова, и Тора, чтобы стояла там. Где была основная точка противостояния греков и евреев? Пришли греки и сказали, послушайте, мы вам открываем весь мир, мы несем свет с его миру, от них идет слово просвещение, просвещение слова, мы несем свет. А евреи говорят, а, вы несете свет. Странным делом, давайте посмотрим в Тору, где вы находитесь. Начинаем читать. И сказано там, брыжит барай лакимитата шамай митарес, варес айта, тоу вабховы хоших. Та самая земля, которая была, условно говоря, сотворена, там у нее было четыре недостатка. Третий из них называется хоших, называется тьма. Когда мудрецы передают понимание этих слов, то они соотносят это с четырьмя изгнаниями, галутами, в которых попадает еврейский народ. И третий по счету, это как раз изгнание греческое. И оно у нас названо словом странным тьма. То есть, те самые греки, которые несли свет всему миру, евреи называют это тьма. Это точка, когда когда тут нету, а как может быть все-таки вместе. Есть понятие вместе, может быть, дальше чуть скажем. Но в тот момент столкнулись две культуры, которые совершенно были противоположны друг другу. Пришли греки с их ослепительной культурой, и евреи так их увидели. Они говорят, вы что, не видите? Вы же ослеплены. откуда появилось вот это понятие тьмы? На что это подобно? Приходит парень и говорит, знаете, в таком воодушевлении, улыбка у него до небес, душа хочет прям сердце выскакивать, говорит, ой, встретил девушку, вы не представляете, какая девушка. Она просто ослепительна. Что значит ослепительна, вы понимаете? Это значит, что парень ослеп. То есть, что он увидел? Он увидел красоту. Красоту. Никакую, внешнюю красоту. И когда человек видит красоту, то красота, у красоты есть интересное свойство. А Яван, его прародитель это Ефет. Я снова надеюсь на вашу же эрудицию, как в Торе написано. Основной прародитель это, откуда все это идет. Идет от все от трех сыновей Шема. Один из них был Ефет. От него идет как бы вся европейская, все европейские народы. Ефет, это корень его от слова питуй. Питуй это соблазн. Там же корень Яфе. Красиво. Там же красиво. То есть, получается, что все, что красиво, сутью, это соблазнение. И вот человек увидел, парень увидел красоту женскую. Увидел, и я слеп. Что значит отслеп? Он соблазнился этой красотой. Он слеп. Что он увидел? Увидел, да, девушка красивая. А что он не увидел? Не будем их обижать, но тем не менее, особенного мудрости не обладает. Варить тоже не умеет. Она же красивая, она же не привыкла. Все, кто красивые, они избалованные. Варить не умеет. Вставать утром, это просто, ну, только в районе 12 часов. Не может, не может просто раньше. Даже за детьми не может, даже то не может, ну, не может. То есть, парень, но зато красивый. Мы говорим, послушай, парень, ты же ослеп. Слепота, это она дает нам, что хоших, 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 это тьма. Другими словами, когда есть красота, красота, она ослепляет, и человек, когда он ослеп, он не видит. Он видит только что-то одно, видит только внешнее проявление, видит только красивый. Поэтому это все у греков, в принципе, все, что красивое, это святое. А евреев, с точностью наоборот, они не могли принять, это говорит, это хоших. И евреев не то, что красивое, святое, а у них все, что святое, о, это красивое. О, это принципиальная разница. Греки полагались только на свой разум, и они достигли невероятных высот в этом. Невероятных высот. В греки говорили, смотрите, человеческий разум, он все верно, все очень хорошо, он очень ограничен. Если вы полагаете только на свой разум, вы же слепые люди, вы видите весь мир, вы видите всю Вселенную, вы понимаете все причины, которые только есть. Для нас, снова это не тема, мы совершенно не входим, кто хочет, послушайте отдельность, но это много занятий. Породила греческая культура, породила науку, породила философию, это не внешнее там проявление, просто-просто, чтобы занять себе время, как-то договылять до могилы, чтобы не сойти с ума от скуки или от бессмысленности жизни. Нет, вроде бы это вечный глубокий. Ну и для нас это является тьмой в определенном смысле. В том смысле, что когда человек ищет, наконец-то, вопрос, а в чем смысл его существования, пытается понять, расшифровать весь мир, который в него, он обращается к ученым, к философам, к грекам он обращается. И какой ответ они дают на основании разума какого человеческого? Или другими словами ограниченного? Мы же понимаем, что человек, он ограничен. И вы смотрите, развитие всей человеческой истории. В Рухашемсе понимают, что это происходит постепенно. Сначала понимали «та», потом понимают «по-другому». Аристотель верил только тому, что есть перед носом. Маша Мухаш, только то, что можно ощутить реально, то и существует все остальное в эфемере. Ну, пришла наука уже гораздо более и говорила «что вы говорите? Все то, что мы видим, это эфемерия? Это не...» Истинный мир объективен, он совершенно другой. Совершенно другой. для нас же все объяснения, которые есть, они действительно не столь приемлемы. Мы их не... Мы все выслушиваем, и всегда, естественно, очень важно прислушиваться к тому, что говорит наука, философ, и это интересно. Но это не истина в последней инстанции. Это ограниченный взгляд человека. И столько времени, сколько они, если бы были бы честными, они говорили послушать. На основании понимания того, что мы поняли на данный момент, вот на данный момент, наши выводы вот такие. Тогда бы проблем не было, есть развитие понимания мира, есть развитие... Каждый раз меняем, корректируем согласно этого, и человек правильно живет с правильным пониманием мира, что на данный момент, из того, что известно, вот мир так устроен. Вот такие ответы есть на основные вопросы нашего существования. Они не так делают. Шли греки, и они по первому моменту говорили себя в грудь, «Я сказал». А как? Вот это правда. Вот это истина. Каждый раз новое поколение приходит и хотят нам объяснить о том, что мир вот так устроен, именно так устроен. Говорят, это хоша. Это тьма. Ведь человек может поверить в это. И есть что-то магическое в словах «ученый сказал». Как только мы не ученые слышим, а ученые сказали, «А кто мы такие умные люди?» Нам говорят, «Мы что делаем?» Аминь, да, все. Это и есть тьма. Мы же верим. Ну что, мы забываем, что всего лишь приходит следующее поколение, появляется новый, новый дядя, который тоже хочет показать, кто он такой. И он головастый, и он вам раскроет какие-то новые законы, новые видения. На каждом поколении люди утверждали все, вот то, что мы все, ультимативно все заказали, все ясно, все уже понятно. Пришло новое поколение. нет, мир не так устроен. Еще гораздо глубже. Так как мины уха, а тем более философии, никогда не указывают на первопричину. Они не охватывают весь мир. Они не отвечают на все вопросы. Они нам много дают, много объясняют. Все очень правильно, все хорошо, снова надо прислушиваться. Но только знают, это не инстанция последняя, это не истинная последняя инстанция. Нет, вовсе нет. И кто из них поумнее, кто честнее, сами это признают, и сколько угодно цитат есть в понимании этого. Мы же видим, наш мир гораздо более сложный, чем те попытки объяснить, как из этого большого взрыва образовалась наша вся вселенная. Они объясняют, может быть, как образовался материальный мир. Ну, может быть, допустим. Но как из взрыва образовалось наше сознание, которое изучает этот взрыв? А где, как объяснить вот из этого взрыва, какая вот цепочка логическая, причинно-следственные связи приводит к тому, что мы с женой должны поругаться. Вроде должны мириться, чтобы продолжить род и так далее. для чего все все эмоции, для чего все, что существует, все сферы остальные, для чего вообще мораль, для чего религия в этом мире, для чего это все, все внимания никакого нет, ответа на все это. И много других вопросов, которые, они висят в воздухе, если они сами отвергают понятие духовности, то как они могут теперь дать ответ о всем мире в целом, если только видят часть этого мира. Для нас, греки, в каком-то смысле это тьма. То есть, когда мы хотим увидеть претензию на максимум, на абсолют в этом мире, это тьма. Ну, они что-то объяснили тут очень хорошо. Достигли технологии такой, пожалуйста, мы будем пользоваться, если только это не вредит нам. Нет правдива. Но говорить о том, что вот так мы поймем, вот так это истина, вот так это, это вовсе не так, это тьма. Вот тут и была точка, которая больше всего с борьбой между еврейским взглядом и греческим в этом мире. Пришли греки, они все тут поняли, разобрали, устроили мир очень-очень удобный, очень хорошо. Ответы дали на многие вопросы. И вдруг встретили народ, который совершенно их не принимает, смеется с ним. Говорит, почему вообще? Тогда началась ненависть большая, огромная ненависть, они не поняли. Смотрите, где еще одна точка, которая очень существенна в этом деле? Они видели, что евреи, люди разумные, говорят разумно, что-то там учат, что-то там пытаются, но они не могли одну вещь понять. И эта вещь очень фундаментальная принципиальная. В чем функция разума человека? Для чего разум человека? И это до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Все вокруг нас что-нибудь? А, ты смотри, какие религиозные, религиозные, знаете, такие умные. Вы знаете, сколько программистов мы потеряли? Их бы кому? Их бы к станку, их бы к компьютеру. Они бы такое придумали, они такое бы сделали. Для чего разум? А у греков есть ответ. Наших эллинистов нашего времени есть ясный ответ. Для чего разум? Ну, чтобы использовать природу в мирных, военных целях, для того, чтобы комфортабельнее жить, удобнее, сытнее, чтобы устроиться, устроиться. Чтобы можно, а для чего вам устроиться? Ну, чтобы как-то жизнь закончить до ковыля до могилы в комфортабельных условиях. Чтобы сытно было, чтобы было развлекаться теми, чтобы было... Ну, мир красивый, чтобы был вокруг, пока не умрем. С этим, я не согласна. Они считают, что разум предназначен не для этого, он предназначен только для того, чтобы достичь цели, для чего человек пришел в этот мир. И если эта цель связана с моим личным самосовершенствованием, то я всего себя посвящу именно этому. А все остальное будет у меня второстепенным. Все остальное второстепенным. Да, нужно работать, нужно... Ну, я знаю, что это второстепенно, это не это основное. Основное... Мой разум я буду пользоваться для того, чтобы понять мудрость этого мира, понять мудрость Творца. Мир сотворен совершенно по-другому. У него есть причина, причина всего этого. Греки хотели нас просто осчастливить, как бы дать нам будьте культурными людьми, и будьте как всеми, поставьте Тору около Аристотеля. Евреи говорят, а мы говорим, при чем тут Аристотель? Это же тьма. Надо смотреть сверху вниз, а не снизу вверх. Сверху виднее. Видна вся картина. Поэтому эти два мира, они не могли ужиться. Это не могли одно и то же быть. И тогда произошло то самое страшное событие, когда греческая культура, она перешла от добровольного захвата в практическое, в физическое насилие. Но этот добровольный захват на каком-то этапе, да, получил какой-то успех, и довольно существенный, когда большая часть еврейского народа, они пошли за эллинистами и стали эллинистами. И более того, стали бороться с теми, которые еще не стали этими эллинистами. Они говорили, как и сейчас, мир изменился, посмотрите, прогресс, смотрите, мы уже диски кидаем, мы уже там, уже быстро бегаем, практически перегнали самих греков. И у нас есть философ, и у нас тоже, жизнь стала по-другому. Для чего старые эти обычаи? И тогда поднялись, поэтому и говорит нам Рамхан. В хану Кукоин и священники, кто поднял восстание? Известно, священники, Матитяу, он поднял восстание с его сыновьями пятью, и они возобладали над греками, салдеями, которые хотели отвратить Израиля от служения Богу. Они не готовы были согласиться с тем, что какие-то странные законы у них есть. Мелы, знаете, между законами человеком и человеком этика, так у них тоже Аристотель тоже написал интересную книгу по этике, очень глубокую, даже наши мудрецы изучали. Но законы между человеком и Творцовым, всякие законы, там, там, кашрут, да что за кашрут? Вкусная, питательная пища. С крючком этим, с пяточком. Вкусная, питательная пища. Что плохо в этом мясе? Почему это животное такое, это такое? Не могут совершенно понять. На чего вам нужна суббота, которые вообще все смеялись на этой субботой? Почему вы бездельничаете? Они не понимали, что такое душа. Не святость во времени суббота, не святость в душе Тора, не могли понять относительность времени, что евреи устанавливают, когда начинается новая луня. Вообще-то все, они говорили, глупости все, уберите все это, живите нормальной жизни. И тогда началось, когда они притеснили полностью евреев, и полностью хотели отобрать у них и Бритмилу, и субботу, и изучение Торы, и освещение месяца, началась война, которую подняли коины. И они это подняли для чего? Единственное, чтобы укрепить тот самый свет истинный, который есть в этом мире, свет Творца, который должен проявиться, и он проявляется символическим образом в горении Менуры. Менура – это тот самый храмовый светильник, который горел в храме, и он символизировал всю духовность этого мира. Первичность духовности в этом мире. Слышите? Первичность. В отличие от греческой культуры, которая видела материальность этого мира, как первичность. А в Европе нет. И все поэтому все шло через храмовый светильник. Обратите внимание. И только именно это. Это то, что нам хочет показать Рамхаль, что этот день, это день, когда есть усиление света Торы, истинной духовности, который выражен выражен в свете этого светильника. Именно поэтому, по каким-то высшим причинам, чудо случилось именно с этим. Чудеса могли бы быть и в других областях. Нет, чудо было где? Именно в Менуре, в этом храмовом светильнике, который больше всего символизирует именно духовность этого мира. Более того, это отдельная тема, почему именно восемь дней. Смысл слова этого цифры восемь. Надо это отдельно учить, кто хочет, снова есть целое занятие на эту тему. Это то, что касается Хануки. То есть, Ханука, это некая станция, когда приезжает, мы приезжаем к этой Хануке, то там вот этот свет, свет, возможности противостоять культуре греческой, которая в принципе до сегодняшнего дня полностью владеет всей душой еврейского народа практически. Там она проявляется. Это станция. Значение Хануки проявить свет в этот день мы можем укрепиться в понимании всего, что такое эта греческая культура и найти в себе силы противостоять всему этому и укрепиться в Торе, в духовности, все, что с этим связано. Это Ханука. Естественно, что тут есть так много что сказать, но мы, к сожалению, не можем посвятить этому, и тут нет смысла. Главное понять, что нам говорит Рамхайль. Наша цель не осветить весь праздник Хануки. Это то, что говорит нам Рамхайль о том, что в Хануку коины возобладали над греками, которые хотели отвратить Израиль от служения Богу. Они укрепились в Торе, то есть они укрепились в духовности, в понимании о том, о чем мы говорим. И через них все евреи возвратились в Торе. Это то, что светит нам в этот день. И в частности к служению через Минору, через храмовый святильник во всех его установлениях так же, как прежде были, в общем, и сняты были тогда обвинения на небесах. Какие обвинения на небесах были? Что многие евреи пошли за мудростью человека, а не остались верные мудрости всех мудрости Торы. Это Ханука. Продолжает Рамхали говорить, а Пурим, а в чем была суть Пурима, чуть суть Пурима, в Пурим евреи были спасены от уничтожения вавилонском изгнании, и еще раз приняли Тору навеки. Он говорит сейчас о вещах, о которых мы тоже, как правило, не говорим, другие темы подчеркиваются. Что мы подчеркиваем в Пурим? В Пурим наша тема основная это физическое спасение еврейского народа. Обратите внимание, речь идет о геноциде, полном уничтожении еврейского народа. Два раза за всю историю такое было во времена Пурима и во времена недавних событий нацидской Германии. Полностью должен был план полного уничтожения. Как результат на Афоху, это тема Пурима, который идет на Афоху, все было первое. Точно как они планировали, так и получилось, но с точностью наоборот. И у еврейского народа вообще никто не пострадал, а у них пострадал как раз все зачинщики, все те, которые несли в душе своей ненависть еврейскому народу, все они пострадали. Они все пострадали. Все произошло наоборот. Это наша основная тема, которая там есть, тема судьбы, как все переворачивается, тема, что такое случайное, что такое неслучайное, как Творец управляет этим миром. Странным образом Рамхаль подчеркивает у нас совершенно другую тему. В Пурим еще раз приняли Тору навеки. Многие из нас вообще даже не понимают о чем тут речь идет. Не понимают о чем речь идет. Что значит снова приняли Тору навеки? В Пуриме вообще мы не находим ничего практически про Тору, только намек, который есть в самой Мегиле, оразе, Тора. И об этом сказали наши мудрецы в трактате Шаббат. Снова приняли Тору в дне Хашвироша. Ки ему маши киблю. И детали обоих праздников соответствуют частностям связанных с ними при исправлении. То есть это уже он не рассматривает это. О чем тут речь идет? Какую Тору они приняли? Давайте чуть-чуть попробуем понять, что Рамхаль объясняет нам. В Пурим действительно произошло удивительное спасение. Надеетесь, все Канбулы Пурима знают, еврейский народ был изгнан из места их естественного пребывания в Иерусалиме, в Иудее. И Навхаданецер, царь вавилонский, разрушил храм и увел евреев в вавилонский плен. И там они находились, как известно, 70 лет. И там же произошло событие, ближе к концу, произошло то событие, которое описано в Магилат Эстер. Надеюсь, все помнят это содержание. Не надо возвращаться к этому только в одном слове. Все началось с того, что царь местный устроил огромный пир и позвал всех, весь народ, чтобы утвердить свое царство, и позвал заодно евреев. И был среди них их глава, самый большой мудрец. Звали Мордехай. И Мордехай им сказал, не идите туда, не идите. Ну, все прикинулись. А почему, собственно говоря, не идти? Нам пообещали, что там будет все кошерно. Все мужчины отдельно, женщины отдельно. Еда на кошерных блюдах, ответственные есть, которые отвечают. Почему не ходи? Ты что придумаешь? Более того, мы не пойдем, точно за нас начнут преследовать, точно у нас будут проблемы. Что сделали евреи? Они выслушали Мордехаю и сделали наоборот. Что они пошли на этот пир. Это только первое, это только начало. Проходит девять лет и начинается, разворачиваются события основные, которые описаны там в самой могиле. Когда возвышается Аман, такой потомок Амалека, и он решает в один прекрасный день уничтожить весь еврейский народ. Причина этого была, то есть последняя та капля, которая переполнена его чашу терпения, была то, что тот самый же Мордехай, несмотря на повеление всему народу, который издал царь, поклоняться ему, а Мордехай не поклонился ему, теперь к нему снова пришли и говорят, Мордехай, послушай, ты ставишь если еврейский народ под опасность, он говорит, а я не буду, будь что будет, я не буду преклоняться. Теперь снова все его начали обвинять. И действительно, когда был издан только указ, поднялось целое, целое, вы тебе же говорили, все из-за тебя, все из-за ваших этих религиозных законов, все, все. Я надеюсь, все знают эту канву, не надо дальше рассказывать, что произошло. Что в конце произошло, что именно все вот эти странности, которые были у Мордехая, они и оказались причиной вот этого удивительного спасения. И тогда что? Что в самом конце? В самом конце удивительная вещь. Сказано, что Мордехай после всех этих событий оказался принятым еврейским народом. Причем обратите внимание на последние слова Мегилы. Не всем еврейским народом, а большей частью. То есть и после всех этих событий, и после всех этих чудес, которые произошли, час, тем не менее продолжали очень критически относиться к тому, что произошло. Еврейский народ жестоковыйный, но основная часть, она приняла эти события, не то, что эти события, а самое основное, приняло, что Мордыха и Эстер установили им праздник. Теперь в этой точке сейчас мы должны остановиться и понять вещь очень-очень глубокая, что нам раскрывает мудрецы, что кроется вообще совершенно в другой линии рассуждения по этому поводу. Мы отклоняемся сейчас и вернемся через несколько предложений. Еврейский народ, как известно, мы с вами уже много раз тут говорили, появляется на сцене человеческой истории с выходом из Египта. Для чего они вышли из Египта? Для того, чтобы получить Тору. Это то средство, посредством которого они достигнут цели существования всего мира. Давайте присмотримся, что происходило в этот день получения Торы. Удивительную вещь, мудрецы говорят какие-то вещи, какие-то странные для нашего понимания. Они говорят о том, что еврейский народ сказал на Севенишма, сказал сначала сделаем, а потом поймем. Тем самым он как бы принял все, что творец как бы обязует. И странным делом есть Медраж, который говорит, что на самом деле еврейский народ поднял гору Синай над ними, все это образно говоря. И сказал им, знаете, на человека держишь такую гору, смотри, или ты делаешь, что я тебе говорю, или я сейчас отпускаю. Что ты скажешь? Тоже произошло. Как бы творец держал гору Синай образно говоря над ними. И говорил, смотрите, или вы принимаете Тору, или тут будет место вашего захоронения. Они прикинули, и говорят, смотрите, жизнь все-таки дороже, инстинкт сохранения работает, говорят, мы принимаем Тору. Первый вопрос такой. Противоречен. Или они приняли это добровольно, как мы сказали, или они насильно это приняли. И есть много ответов. Объяснение, которое есть, о том, что то, что они приняли Тору добровольно, это Тору, который принял весь мир. Какую? Тору письменную. А, написано, да, интересно, текст будем читать, разбирать, то это нормально. Не нужно быть великим мудрецом, чтобы понять, что написано в Торе. Есть части, которые легко понимают, а часть которой нет. Вот написано, что мне рассказывать. А то, что они не захотели принять, когда спустился Машер Абейну с горы Сина, и начинал, и начинал, и начинал, и начинал, что ты говоришь, секундочку, еще раз, еще раз, он ничего не понимает, что ты говоришь. Он говорит, я вам сейчас основную Тора, основная Тора какая? Устная Тора. Они не могли понять, сейчас ты сказал так, а теперь ты сказал наоборот, а смотри, написано не так, и, а, он нам сейчас объяснил, не, послушайте снова. Для того, чтобы понять истинную Тору, которая вся глубина, требуется много, много, много усилий. Кто хочет, возьмите огромный фолиан, хотя бы один, Талмуда, откройте его, посмотрите, сразу закройте. Почему? Там написано все без, 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 за колючки, без знаков пропинания, все одним текстом, все ничего не понятно. И таких страниц, вот такой, вот такой филеан, и таких еще много. Теперь все это нам надо учить? Вы что, действительно хотите сказать, что вы что-то там понимаете? Это невозможно. Все это. Как это можно вообще? Это они не хотели. Это огромный труд, это надо копаться, это надо, не хотели. А, вы не хотите, но без этого нету Тора, вы уже все, вы уже влезли в это дело, уже мы тут уже подписали договор практически, все вы принимаете. Как насильно? И действительно, удивительная вещь. То, что они приняли насильно на протяжении всего, всей эпохи старейшин, всей эпохи пророков, передавалось только через пророков, не через весь народ. вся Тора прошла, она через пророка, были до таких времена, когда были существования еврейского народа, оно было очень-очень шаткое. Но оно держалось на пророчестве, на передаче пророков одного к другому. И они передавали совершенно безукоризненно письменную Тору. Письменная Тора передавалась беспроблемно, многих-многих-многих экземпляров, параллельно. А вот Устная Тора, она была известна только пророкам. Она была в основном те, которые находились во всем этом. Когда произошло коренное изменение? Оно именно произошло, где? На Пурим. И про Пурим сказано, все, что получили на горе Синай насильно, в Пурим приняли добровольно. Теперь спросите, а где это написано? Нигде. Только надо читать между строчек, присмотрите, что произошло. А ну, только внимательно. Кто знает развитие Устной Торы? Понимает о том, что Творец повелевает, в Торе написано, сделайте ограду моему закону. Творец дал мудрецам возможность сделать ограду своему закону. То есть, мудрец может как бы новый закон сказать. Где написано? Покажите. А он вам покажет, где. Увидишь закон? А я дел ему ограду, тоже вот написано в этом месте. Это типа того, как есть стол высокого напряжения. И там написано, не залезай, убьет. А человек осторожный, что делает, говорит, давайте сделаем вокруг него заборчик, потому что если они дотронутся, убьет. А так, если стукнется в оградку, то папа покалится чуть-чуть, но не умерет, по крайней мере. Ограда закону. Поэтому и если нельзя писать в субботу, то мудрец сказал, не бери ручку. Сделал ограду закону. И мы так и понимаем. Мудрецы могут установить ограду закону с точки зрения митцвот не делай. Могут установить токанод как бы улучшение чего-то с точки зрения делай. И вот произошли события в Пуримске, когда в тот самый день, когда установил Оман на уничтожение всего еврейского народа, все перевернулось, и вместо того, чтобы это была наша трагедия, пролетилась в ней наша радость. После этого, как мы знаем из самой могилы, Мордыхай, Истер в духе пророчества, они установили этот день, праздник на все поколения. Смотрите, кто-кто уже время, вы их ничего нового, они самые консервативные. Подожди секундочку, где, где, где написано? Не написано. Кстати говоря, в скобках в Торе есть намек на все события, и Пурима, и Хануки, не будем этого касаться, отдельная тема. напрямую, есть повеление Творца праздновать Пурим? Нету. Что вы придумали новый праздник? Кто вы такие? У нас нету такого, у нас никто, у нас было много событий, много чудес было, не установили никаких праздников, и не установили никаких праздников. И что мы находим? Мы находим удивительную вещь. О том, что в этот момент, в этот момент произошло самое невероятное. Наконец-то весь народ понял, что то, что они постоянно, в чем они согрешили. А где они согрешили? С самого начала им сказал мудрец, что говорит и мудрец, не ходите на это самое сборище туда, не ходите. Они не понимают, их голова говорит, а почему нет? Если мудрец история сказано, говорит о том, что левое это правое, правое левое, мы должны это принимать, мы не видим всю крайность. Они да, видят. Первый раз они осознали о том, что то, что Мурдыхай не поклонялся, и говорил им то, и говорил им это, и они все это не принимали, делали наоборот. Вдруг они поняли, что все слова мудрости, которые творец связан с мудрецами. Когда закончилась эпоха пророчества, это как раз было это время, начало второго храма, когда жили последние пророки, и после этого передается, как вся тара, от пророков к мудрецам. И вот это доверие к мудрецам, ко всему, что они устанавливают, оно началось с события Пурима, когда весь народ принял, что он принял, принял новый праздник. То есть в этом было как бы полное доверие мудрости и мудрецам тоже. И как бы это было заново, тара, та самая устная, которая основывается на мудрости мудрецов. Именно те, которые устанавливаются тут в этом мире, как сказано у нас, лоба шамайами. То, что устанавливают мудрецы в этом мире своим пониманием, также устанавливается в мире духовном. И это вещь, которую уж точно греки бы не согласились бы. Это что-то непонятное. Вот это то, что было установлено во времена Пурима. Пурим принес в этом мире совершенно новый, новый свет. Свет, свет, новое, доверие мудрецов Торы. И действительно с этого момента и дальше начинается развитие устной Торы. Тогда, когда мудрецы, они несут основную ответственность за передачу всей Торы, за развитие ее, за глубину, за понимание. это то, что говорится тут в словах в Вавилонском изгнании еще раз приняли Тору на веки. И об этом сказали наши мудрецы в Трактахе Шаббат, снова приняли ее Тору в дни Хашвирош. Да, тогда они ее приняли. Маше кейму кеблю. То, что уже соблюдали, заново, заново все приняли, приняли ее за доверие к мудрецам. И, в принципе, это, как указывает Рамхааль, это основная суть Пурима. Тогда же это не записали, записал ее Рабью Данаси. Было гораздо позже. Гораздо позже. Это уже было после разрушения второго храма. Но тут речь идет о корнях, о начале, о доверии мудрецам. Раньше доверяли только пророчеству, пророкам и так далее. А тут было доверие уже мудрости. И с этого начинается как бы принятие устной Торы, которая проходит только через мудрецов. Тут мы с вами закончим. Только есть несколько вопросов. Скажите, как называют остальные галуты? Это ответ нерелевантный, но все-таки скажем. Четыре галута. Есть галут Парасвы Мадай, Персии Мадайцев, Медийцев. Есть второй галут это Вабилонский. Третий это Греческий. И четвертый это галут Эдом. Тот, в котором мы находимся, римские изгнания. Это все требует естественное объяснение. Не всякая красота это темнота, слепота. Разве природа создания Божьей не прекрасна? Прекрасна. Но еще не видел, что это кого-то ослепило. Что делать? Я не согласен. Более того, никто не говорит, что есть творения рук человеческих тоже прекрасный. Но надо слепнуть из-за этого. Речь идет о том, когда человек отслепает. В чем корень ненависти к еврейским обычаям? Греки не были против, скажем, что есть другие народы своим обычаям? Почему еврейский закон их задевает? Именно на этот вопрос мне кажется был дан ответ. Надеюсь. Есть противоречие в этой главе в начале отношения в будущем между евреями другими народами. В будущем останутся только евреи. Это отдельная тема. Хороший вопрос. Мы уже однажды его освещали. Кто останется в конце? Мы тут завершим наше занятие. Всего доброго. Привет из Русалима.